Здравствуйте и добро пожаловать на третью лекцию по курсу Advanced Computer Vision. Сегодня мы с вами будем говорить о генеративно-состязательных сетях, иначе говоря, ганах. Если вы находитесь в видео полезным, пожалуйста, подпишитесь на канал. Спасибо, приятного просмотра. Я надеюсь, будет понятно, почему это интересно из содержания самой лекции. И для этого не нужен мой дополнительный комментарий о том, что это интересно. Но сейчас посмотрим. Да, то есть на самом деле не совсем очевидно, должна ли эта тема быть непосредственно в компьютерном зрении, потому что генеративно-состязательные сети можно применять не только в компьютерном зрении. Можно применять и в, например, синтезе речи, и некоторые пытаются их применять в обработке естественного языка, но они гораздо сильнее прижились в компьютерном зрении. Раз. Во-вторых, в обработке естественного языка они вообще, можно сказать, не прижились. Их там применять очень непросто из-за определенных особенностей, связанных с обработкой естественного языка. Сейчас мы совсем не в той части нашего коллективного понимания для того, чтобы как-то вдаваться в подробности. Но, во-первых, они появились, в первую очередь, применительно к компьютерному зрению. Во-вторых, как самый большой успех они добились именно в компьютерном зрении. В-третьих, мы их с вами дальше будем применять для решения практических задач в рамках курса обнаружения аномалий. И там это будет тоже применяться в рамках компьютерного зрения. Соответственно, все основания для того, чтобы это было в рамках данного курса. Может быть, если бы я мог крутить учебные планы как мог, то в этом случае они были бы в рамках курса по Deep Learning. Но в рамках курса по дополнительным главным компьютерным зрением, мне кажется, тоже отлично. Так, сейчас давайте перейдем к непосредственно обсуждению, что это такое. Значит, мы с вами прекрасно знакомы с таким понятием, как обучение с учителем и знакомы с понятием обучения без учителя. Мы с вами начинаем знакомиться с понятием обучения с подкреплением. Соответственно, три основных направления машинного обучения нам с вами известны. И если мы зададимся вопросом, а если моя цель не предсказывать, что находится на изображении или какому классу принадлежит изображение, а моя цель, например, создать нейронную сеть, которая способна генерировать реалистичное изображение, то в этом случае, если мы немного подумаем, мы можем понять, что как будто бы никогда из этих сфер мы такую задачу отнести не можем. Да, почему мы не можем это отнести к задаче обучения с учителем, например? Потому что чисто, так скажем, фундаментально обучение с учителем – это задача, где наша нейронная сеть учится повторять что-то за экспертом. Эксперт говорит, к какому классу относятся изображение, или он говорит там, где тот или иной объектное изображение расположено. Нейронная сеть учится это воспроизводить, обобщать и мочить делать подобное для новых ситуаций. Когда мы говорим про генерацию нового контента, про создание нового изображения, то в этом случае такая постановка будто бы теряет смысл. Обучение без учителя, обучение с поступлением в каком-то плане тоже. Сейчас мы перейдем к понятию генеративно-стязательного обучения. На самом деле глубоко внутри, ну даже не очень глубоко, средне глубоко внутри, генеративно-стязательное обучение использует инструменты обучения с учителем, но делает это достаточно в умной форме. Итак, впервые это было предложено в 2014 году в статье от Яна Goodfellow, которая называется Generative Adversarial Nets. Собственно говоря, отсюда и... То есть generative это генеративные, да, то есть те, которые порождают новое, генерируют. Adversarial это как раз состязательность, да, adversary противник. И nets это сокращенно от networks, то есть генеративно-стязательные сети. Собственно говоря, отсюда у нас идет аббревиатура GAN, да, первые три буквы этих трех слов. Один из крестных отцов машинного обучения, Ян Лекун, тот человек, который предложил первую сверточную сеть, он назвал генеративно-стязательные сети самой интересной идеей за последние 10 лет машинного обучения. Я не знаю, можно ли с ним согласиться, но совершенно точно это одна из самых интересных идей, я думаю, что вы ее по достоинству оцените. Сейчас хайп по генеративно-стязательным сетям немного сошел на нет, но вы можете увидеть, какой он был в 2017-2018 году. То есть это доля статей на больших конференциях, посвященных компьютерному зрению, которые были посвящены теме генеративно-стязательных сетей. И вы видите, что если слово DEEP начало употребляться реже и реже, начиная с 2017 года, потому что это уже и так было понятно на самом деле, что любая у нас нейронная сеть обязательно глубокая, LSTM тоже, то популярность генеративно-стязательных сетей наоборот росла. Сейчас, мне кажется, тренд немного сменился, сейчас популярные термины это self-supervised learning, но тем не менее пару лет назад это была суперпопулярная горячая тема. Давайте вспомним коротко, что мы с вами умеем обучать алгоритм машинного обучения для решения задач классификации. У нас с вами есть стандартная функция целевая для задач классификации, это cross-entropy loss. То, что вы видите на слайде, и я думаю, что с этим всем все понятно, что есть что. Y-ката здесь, это ката выход softmax, выход для катого класса. Ита, ита-ката, это ката-компонента one-hot encoding vector для итового элемента обучающей выборки. Соответственно, мы с вами это минимизируем для того, чтобы получить такие параметры алгоритма, при которых он хорошо решает задачу классификации. То есть, относит каждый элемент к правильному классу. Окей, идем дальше. Теперь давайте перейдем к самой сути генеративно-состязательных сетей. И сам факт, что здесь есть слово состязательность, говорит о том, что здесь сетей может быть больше, чем одна. И действительно так и есть. У нас здесь с вами две сети. Первая – генератор, иначе обозначаемая в данном случае буквой G. И вторая – дискриминатор, обозначаемый буквой D от дискриминатора. Так. И система эта работает очень просто, казалось бы. Наша сеть генератор будет создавать, то есть генерировать новое изображение. Пока мы не знаем, как генератору, как у него получится генерировать новое изображение. А дискриминатор будет пытаться определить по данному изображению, является ли оно реальным, то есть тем, которое он видел в обучающей выборке, или оно сгенерированное. То есть фейк в данном случае. Так. Пока непонятно, зачем мы все это делаем, зачем нам нужен этот дискриминатор. Зачем нужен генератор, понятно. Мы собираемся генерировать новое изображение. Но обратите внимание, что генератор принимает на вход некоторый вектор Z. N-мерный. Почему это важно? Дело в том, что нейронная сеть – это детерминированный алгоритм. Соответственно, для любого входа фиксированного вы всегда будете получать один и тот же выход. И получается, что если вы хотите создать нейронную сеть, которая способна генерировать разные-разные-разные изображения, то в этом случае вам необходимо каким-то образом добавить случайность. И когда мы создаем генератор таким, что он принимает на вход некоторый вектор Z, который мы можем подавать на вход каким угодно, то есть сделать его случайным, и после этого наша детерминированная сеть выдает какое-то изображение, таким образом мы с вами получаем на самом деле эту самую случайность. Несмотря на то, что G, как нейронная сеть, полностью детерминирована, подавая на вход случайный вектор Z, мы будем получать разный выход. И мы хотим таким образом уметь генерировать разное изображение. Вектор Z мы будем с вами называть еще латентным вектором, и поговорим о его свойствах. Он нам особенно будет полезен, когда мы будем говорить про обнаружение аномалий. Дискриминатор. У него очень простая функция. После того, как мы с вами изучили курс компьютерного зрения, мы с вами прекрасно знаем, что задача классификации изображения это стандартная задача в компьютерном зрении, и самая-самая-самая, что именно есть классическая. В данном случае это бинарная классификация, что является, что увеличивает только классичность и простоту этой задачи. Нам ничего сложного нет, чтобы обучить нейронную сеть классифицировать изображение на один из двух классов. Окей. Теперь давайте подумаем, где здесь участвует, какая бы то ни была обучающая выборка, и нужна ли она. Смотрите, мы хотим создать нейронную сеть, которая генерирует реалистичные изображения. Ну, конечно, нам нужна будет обучающая выборка, потому что для нас обучающая выборка, вообще данные, это наша связь с реальностью. Если мы с вами не имеем данных, у нас нет связи с реальностью. Поэтому, ну, в общем, глупо это было бы делать без данных, и вообще говоря, невозможно. Вот, поэтому любое представление о том, что такое реалистичное изображение, наши с вами нейронные сети будут получать на основе данных. У нас с вами есть какой-то набор изображений, сколько-то тысяч штук, и они для нас критерии того, что такое реалистичное изображение, будут задавать. То есть у нас нет никакого внешнего критерия, есть только вот это. То, что выглядит как изображение из нашей обучающей выборки. Что интересно, что наш генератор напрямую доступа к этим изображениям получать не будет. К этим изображениям доступ будет получать в каком-то плане только дискриминатор. Если очень глубоко залезть, то генератор, естественно, тоже, но, тем не менее, они никогда не поддаются ему на вход. Теперь давайте перейдем немного в более техническую плоскость и поговорим, как мы можем это с вами все собрать вместе, чтобы действительно генерировать новый контент. Для начала мы с вами рассмотрим, как обучается дискриминатор. Потому что говорить об обучении генератора без дискриминатора для нас на самом деле очень мало смысла. Дискриминатор, как я уже сказал, это нейронная сеть, которая классифицирует изображение. Все очень просто. У нас с вами есть наша обучающая выборка. В данном случае вы видите числа, цифры, рукописные из датасета MNIST, совершенно стандартного в компьютерном зрении. И внизу мы видим наш генератор, который принимает на вход тот самый Vector Z и генерирует какую-то картинку. То есть получается, что у нас с вами есть фиксированное количество реальных изображений и сколько угодно сгенерированных изображений, которые мы можем получать в любых объемах с помощью нашего генератора. Теперь мы берем наш с вами датасет с нашими реальными изображениями, генерируем сколько-то изображений с помощью нашего генератора. И теперь у нас есть обучающая выборка для нашего дискриминатора, у которого есть два класса. Либо это картинка из обучающей выборки, либо она с генерированной генератором. Нам нужно обучить дискриминатор отличать одного от другого. Мало того, наш генератор изначально, он же вообще ничего не умеет. Правильно? Он просто только что инициализирован. Он генерирует совершенно случайные шумные картинки, которые никак не похожи на реальные. То есть для дискриминатора, вообще говоря, это достаточно простая задача, по крайней мере, поначалу. Сверху вы видите целевую функцию дискриминатора. И это не что иное, как... Точнее, здесь уже написано градиент. Значок градиента слева, но дальше идет наша стандартная кросс-энтропилоз для задачи классификации. То есть у нас с вами здесь две компоненты. Вообще, так как дискриминатор решает задачу классификации на два класса, мы можем с вами считать, что у него в конце есть один единственный нейрон. Это сигмоид. И получается, что для реальных примеров мы хотим, чтобы дискриминатор выдавал значение близко к единице, а для сгенерированных, для фейковых, мы хотим, чтобы он выдавал значение близко к нулю. Соответственно, мы будем интерпретировать выход этого сигмоида как уверенность в том, что это реальное изображение, а единицу минус выход сигмоида будем интерпретировать как уверенность в том, что это фейковое изображение. Почему единица минус выход сигмоида? Понятно, да? То есть на самом деле, если мы с вами возьмем softmax для двух нейронов, то на самом деле, что мы с вами получим? Мы получим с вами, что один нейрон выдает нам сигмоид от некоторой активации, а другой единица минус сигмоид. Так, соответственно, у нас наша целевая функция состоит из двух слагаемых, да, как вы видите. Логарифм d от x и логарифм от единицы минус d от g от z от z и логарифм. Сейчас мы эти компоненты подробно рассмотрим, но давайте мы посмотрим на первую. Значит, первую компоненту мы используем тогда, когда у нас на вход приходит реальная картинка. Получается, мы с вами хотим, тут единственный момент, эту целевую функцию мы с вами, получается, будем максимизировать, потому что у нас нет минуса слева, обратите внимание. То есть в стандартном кросс-центре пилоса у нас есть минус, перед суммой здесь минуса нет, поэтому мы с вами это будем максимизировать. Итак, почему логарифм d от x и логарифм понятно, да? То есть d от x и логарифм — это выход нашего сигмоида. Если мы с высокой уверенностью предсказываем, что это реальное изображение, соответственно, он будет близок к единице, логарифм будет близок к нулю. Если дискриминатор уверенно ошибается, предсказывает число близкое к нулю, то в этом случае логарифм от числа близко к нулю будет настолько близок к минус бесконечности, насколько это возможно, и, соответственно, это будет большое отрицательное число, и наш процесс максимизации здесь не чувствует себя успешно достаточно. Так, в случае g, когда мы подаем на вход изображение сгенерированное, фейковое, а фейковое изображение — это, обратите внимание, это g от z и того. То есть z и того какой-то вектор мы подали на вход нашему генератору, он сгенерировал изображение, это изображение мы обозначаем как g от z и того. Мы его подаем на вход дискриминатору, отсюда у нас получается d от g от z и того. И так как нас интересует уверенность в том, что это фейк, то мы берем не d от g от z и того, а берем единицу минус d от g от z и того. И когда мы переходим к нашему кросс-энтерпелосу, мы с вами нашу уверенность, как обычно, передаем в логарифм, и отсюда у нас получается наш логарифм от единицы минус d от g от z и того. Получается, из дискриминатора все просто. Вопрос возникает в том, как нам обучить с вами генератор. Это известный кадр из фильма «Назад в будущее». В общем, не важно. Здесь у нас док соединяет две части кабеля. Один ведет к машине времени, другой ведет к часам, в которые сейчас должна ударить молния. Ну и, собственно говоря, ему это удается. И дело в том, что мы с вами берем и точно так же, как док, соединяем выход нашего генератора со входом нашего дискриминатора. То есть мы знаем, что наш генератор дает нам картинку, а дискриминатор принимает на вход картинку. Правда? То есть мы видим, что разъем тут одинаковый. Что если мы с вами соединим их вместе? В наш генератор приходит вектор z, генератор генерирует, простите за тавтологию, картинку, а дискриминатор, принимая уже тут же на вход, говорит, реальное это изображение или нет. Казалось бы, какой нам от этого толк? Но толк нам от этого следующий. Если мы с вами зафиксируем все веса дискриминатора, они у нас не учатся на этой итерации, а теперь скажем через backpropagation, попробуем определить, как нам нужно изменить веса генератора для того, чтобы дискриминатор ошибся. Мы хотим, чтобы наш генератор сгенерировал такое изображение, на котором дискриминатор скажет, что это реальная картинка. То есть у нас получается следующая история. Латентный вектор z случайно сгенерирован, подан на вход генератор. Слово генерировать сегодня будет звучать очень много раз, по многу раз в каждом предложении, простите. Генератор нам выдает изображение, которое дальше, совершенно тут же переходит в дискриминатор, который выдает нам свое предсказание. И теперь мы говорим, окей, давайте сделаем так. Давайте возьмем в качестве целевой функции нашего генератора здесь ошибку нашего дискриминатора. Давайте посмотрим на ту формулу, что мы видим под этим рисунком. Значит, g от z это изображение сгенерированное, да? Единица минус d это уверенность нашего дискриминатора в том, что это фейк. И мы с вами это минимизируем. То есть для дискриминатора мы это с вами максимизируем. А для генератора мы это минимизируем. Так, сейчас секундочку, мне надо понять. Значит, это уверенность в том, что это фейк. Да, мы хотим ее минимизировать. Отлично. И что интересно, что вот это противостояние, вот эта целевая функция, которую вы видите, да, наш дискриминатор, он максимизирует вот эту функцию. То есть здесь та же формула записана немного по-другому, да? Здесь суммы заменились на мат ожидания, где x сэмплируется, pData, это получается наши реальные данные. То есть x сэмплируется из pData, это означает, что мы с вами картинку берем из нашей обучающей выборки. А здесь у нас есть некоторое распределение p с нижним индексом z, да, распределение наших векторов z, и мы оттуда сэмплируем наши вектора z. Соответственно, наши дискриминаторы хотят, чтобы вот это выражение было максимальным, потому что это соответствует его корректному разграничению, да, реальных и сгенерированных изображений. А наш генератор хочет, чтобы это было минимальным. Тогда это говорит о том, что он генерирует такие изображения, на которых наш дискриминатор ошибается. Обратите внимание, что от генератора зависит только второе слагаемое, именно поэтому его целевые функции первой отсутствуют, потому что он на это слагаемое повлиять на самом деле никак не может. И в итоге в этом противостоянии этих двух нейронных сетей рождается генератор, который способен генерировать реалистичные изображения. Как в итоге это работает? Вот алгоритм, наглым образом вырезанный из статьи, ну, точнее, средне-наглым, потому что я сослался на эту статью снизу. Но как в итоге это работает? Мы с вами берем M векторов Z, генерируем на основе этого M изображений фейковых, дальше берем M изображений из обучающей выборки, обновляем дискриминатор, и дальше в течение какого-то количества... Так, простите. Да, получается, мы сцемплируем M векторов Z, генерируем M фейковых изображений, берем M реальных изображений, и, получается, обновляем наш дискриминатор, учим его отличать между этими двумя группами. После этого сцемплируем M векторов Z, генерируем новые M фейковых изображений, и учим генератор обманывать дискриминатора на этих изображениях. То есть пытаемся сделать так, чтобы наш генератор стал таким, чтобы фиксированный дискриминатор на них ошибся и сказал, что это реальные изображения. С самого начала наш генератор генерирует шумные достаточно картинки, дискриминатору очень просто их отличать от реальных, и в связи с этим может возникнуть проблема, связанная с тем, что если у нас сигмоид, вы представляете себе, как сигмоид выглядит, то вы можете себе представить, что когда наш дискриминатор очень уверен в своем ответе, то в этом случае активация получается этого нейрона высокая, значение сигмоиду близко к единице, это значит, что производная будет близко к нулю. И в итоге градиент у нас нормально не проходит, и для решения этой проблемы в статье предложено получается использовать не логарифм от единицы минус выхода дискриминатора при обучении генератора, именно, а использовать логарифм выхода дискриминатора. Но его, если до этого мы с вами, получается, это минимизировали, то теперь мы... Так, сейчас. до этого мы с вами брали уверенность в том, что это фейк, и это все минимизировали. то теперь мы с вами будем максимизировать логарифм от выхода дискриминатора, это дает нам куда более живые градиенты. Почему? Потому что если у вас дискриминатор будет очень уверен, что это фейк, да, на сгенерированных картинках, то в этом случае его выход на них будет близок к нулю. И в этом месте у нас как раз, да, производная логарифма при приближении х к нулю у нас производная логарифма уходит в бесконечность. Да, потому что производная логарифма это единица разделить на х, если это натуральный логарифм. Соответственно, несмотря на то, что сам сегмоид насыщенный градиент почти не дает, так как мы берем логарифм от него, у нас градиенты получаются получше. Но на самом деле дальше мы с вами перейдем куда более продвинутым техникам обучения ГАНов, но самое главное, что мы уже сталкиваемся с этой проблемой. Да, это самая первая статья, здесь еще у нас обучаются многослойные персептроны, здесь у нас с вами очень маленькие картинки из Министа и может быть из Сефара, я не помню точно, а еще из какого-то дейтасета с лицами. Вот, то есть это самый простой сценарий, который только можно, ну, один из самых простых сценарий, который можно представить для генеративно-социативных сетей, и уже здесь есть проблемы с обучением. То есть на самом деле вот эта стабильность обучения ГАНов, это то, что нас будет преследовать дальше все время. Чем больше по размеру изображения мы захотим генерировать, тем острее эта проблема будет стоять. То есть важный момент, да, мы с вами сказали, что мы с вами обновляем дискриминатор, потом обновляем генератор. Насколько я помню, да, обратите внимание, что здесь даже генератор обновляется в течение К шагов, ой, дискриминатор. Первый шаг, да, видите, 4K steps do. Вот, и K это гиперпараметр обучения, по-моему, у них оптимальное значение получилось K равное 1, если я не ошибаюсь. Но самое главное, что стоит вам ошибиться здесь, стоит дискриминатору начать обгонять генератор ощутимо, как у вас сразу обучение становится неэффективным, потому что градиенты нормально не проходят. То есть мы хотим, чтобы дискриминатор стал чуть лучше, но не слишком хорошим и так далее. Вот эта постоянная необходимость балансировать успех дискриминатора и генератора создает ощутимое количество проблем в этой сфере. Тем не менее, вы, наверное, можете оценить, что сама идея достаточно классная. И это референс к серии Soft Park в районе 2008 года, который ваше поколение совершенно не обязано понимать и, прямо скажем, не понимает. Так, но теперь я хотя бы могу обыграть этот слайд так, чтобы вы были жертвой этой ситуации, не я, как это было в предыдущих всех случаях. Так, и получается, дальше в процессе обучения у нас с вами изображение, которое наш генератор порождает, становится лучше, лучше и лучше. Да, потому что сначала он генерирует шум, дискриминатор очень легко отличает шум от исходных данных, дальше мы апдейтим генератор, он начинает генерировать что-то получше, чтобы хотя бы такой примитивный дискриминатор он мог обмануть, стал лучше, стал генерировать картинки посложнее, дискриминатор, дискриминатору теперь надо чуть посильнее поднапрячь, чтобы отличить, поднапрягся, обучился, отличает, теперь генератор обучился еще получше и так далее, и так далее, и так далее, и в какой-то момент мы начинаем генерировать действительно реалистичные изображения. То есть наша с вами цель в том, чтобы дискриминатор в итоге не мог нормально отличить сгенерированные изображения от реальных. И вот примеры сгенерированных изображений. Я забыл, честно говоря, что здесь, по-моему, правый столбец, если я не ошибаюсь, это самая похожая картинка на сгенерированную в самом предпоследнем столбце из обучающих данных. То есть здесь авторы показывают, что нам генератор не выдает одну из картинок датасета. Он действительно генерирует новые картинки. Они отличаются незначительно, но тем не менее отличаются. И вот похожая история с лицами. То есть вы видите здесь, да, то есть здесь получается на этом слайде первые пять столбцов это сгенерированные картинки и последний столбец это картинки из обучающей выборки, которые больше всего похожи на предпоследний столбец. И здесь та же история с лицами. То есть вы видите, что действительно генератор генерирует человеческие лица, не всегда может быть удачно. То есть, например, в первой строке, в втором столбце, мне кажется, это какая-то неудачная генерация. Тем не менее, мы уже с вами видим, что наш генератор не просто сэмплирует картинки из обучающей выборки. Какие проблемы, тем не менее, есть в данном случае в генеративно-социативных сетей? И самая большая проблема — это так называемый mode collapse, это ситуация, когда генератор начинает нам выдавать одну и ту же картинку, вне зависимости от того, какой вектор Z он получил на вход. Дело в том, что если наш генератор научится нам выдавать одну и ту же картинку, реалистичную, то в этом случае, с одной стороны, дискриминатор будет вынужден честно говорить, что это реальное изображение, то есть оно реальное, если оно тем более повторяет картинку из датасета. Но, с другой стороны, от такого генератора нет никакого смысла. Поэтому это тоже то, с чем мы будем с вами бороться. Но интересную роль начинает играть наш вектор Z в ситуации, когда наш ганн обучился хорошо. Представьте, что мы с вами берем, сэмплируем какой-то вектор Z1, подаем его на вход нашему генератору, и он нам генерирует, например, единичку. Мы сэмплируем какой-то Z2, подаем на вход генератору, и он нам генерирует пятерку. Так вот, выясняется, что если мы с вами построим отрезок, концами которого будут Z1 и Z2, и будем по этому отрезку двигаться, точки брать, подавать на вход генератору, то, так как мы меняем вектор Z незначительно, так как генератор — это непрерывная функция, то получается, что картинка, которую он генерирует, тоже будет меняться плавно. И она действительно меняется плавно. И мы с вами получаем плавный переход из единички в пятерку. Или, например, плавный переход из семерки через девятку в единичку. Значит, с цифрами рукописными это звучит не очень впечатляюще, но дальше мы с вами увидим, что для более сложных объектов это работает куда интереснее. Причем здесь мы с вами как раз говорили про манифолд на лекции по Anomal Detection. И здесь получается Z как раз позволяет нам получить связь с этим самым многообразием. Потому что Z имеет размерность куда меньше, чем изображение. И тоже вы видите, что плавное движение по манифолду приводит нас к плавному изменению изображения. Так, но на данный момент мы не можем с вами, не могли хоть как-то повлиять на то, какую картинку мы генерируем. Даже какая там будет цифра. И как ответ на потребность хоть как-то контролировать это, появились условные генеративно-социативные сети или Conditional Generative Adversarial Nets. Идея в том, что мы с вами подаем на вход к генератору не только латентный вектор, но и метку класса. И хотим, чтобы генератор сгенерировал изображение, принадлежащее этому классу. На данный момент на этапе генерации непонятно, как это контролировать. Но, как и до этого, мы с вами можем это контролировать через дискриминатор. Потому что мы дискриминатору будем подавать сгенерированное генератором изображение, и метку класса. Когда дискриминатор будет получать на вход реальное изображение, он будет получать метку класса из нашей выборки. Соответственно, если изображение, которое он видит, будет расходиться с тем, какой он получил на вход метку, он будет знать, что это ошибка генератора. Потому что в реальной выборке ошибок мы подразумеваем, что нет. И в итоге наш генератор выучен... Ой, простите. Наш генератор вынужден научиться генерировать изображения, принадлежащие данному классу. Y в данном случае будет сдаваться некоторым векторам. И вот теперь мы можем с вами генерировать нули, генерировать единички, если захотим, двойки, тройки и так далее. В самом начале эти условные ганы работали не очень хорошо, но, тем не менее, путь был проложен. Теперь мы с вами переходим от архитектуры многослонных персептронов к сверточным ганам. Здесь у нас будет сверточный дискриминатор и, ну как бы, сверточный генератор, или, иначе говоря, разверточный, по-всякому это называют. Итак, у нас с вами будет стомерный вектор Z. Дальше мы его, получается, с помощью многослойного персептрона преобразуем, точнее, с помощью полносвязанного слоя преобразуем в тензор 4 на 4 на 1024. И дальше у нас с вами здесь так называемые Fractional Strided Convolutions. Напомню, мы с вами можем взять сверточный тензор, сделать операцию Deletion, то есть разбавить строки и столбцы нулями, и после этого пройти сверткой размером, например, 2 на 2 со страйдом 1, что приведет к увеличению ширины высоты тензора в два раза. Помните такие приемы, да? Мы их рассматривали в рамках курса по Deep Learning. Соответственно, с помощью таких сверток мы с вами можем построить сверточную нейронную сеть, где каждый следующий тензор будет по ширине и высоте больше, чем предыдущий, в данном случае в два раза. Таким образом, мы с вами, собственно говоря, мы это и делаем. Единственное, что мы еще делаем, чтобы при увеличении ширины и высоты тензора у нас с вами глубина тензора уменьшалась в два раза. Напомню, что при таком соотношении параметров у нас с вами вычислительная сложность для каждого слоя будет одинаковой. Мы с вами в рамках курса по Deep Learning это разбирали. Соответственно, мы с вами постепенно доходим до тензора размером 64 на 64, глубиной 3. И это мы с вами, наконец-то, можем интерпретировать как изображение. Как раз глубина 3, это 3 наших цветовых канала, RGB, и цветную картинку мы здесь генерируем. Но, как мы с вами прекрасно знаем, сверточные нейронные сети гораздо лучше работают с изображениями, чем многословные персептроны. Соответственно, как и ожидалось, переход от многословного персептрона к сверточной архитектуре позволил повысить качество генерации. Что здесь еще было сделано? То есть у нас с вами функция активации ReLU в генераторе везде, кроме выходного слоя. В выходном слое у нас с вами и здесь, и, кстати, в исходных ГАНах тоже функция активации была гиперболический тангенс, который возвращал значение от минус единицы до единицы. И это, соответственно, удобный вход был для дискриминатора. В дискриминаторе у нас здесь Leaky ReLU. Помните, наверное, эту функцию активации. Здесь на выходе из генератора, как я уже сказал, TanH, гиперболический тангенс, и генератор и дискриминатор используют BatchNorm. В итоге наш глубокий сверточный ГАН способен генерировать изображение более высокого качества. В данном случае это обучающая выборка со спальнями. Здесь мы с вами делаем интерполяцию наших латентных векторов. То есть мы берем один латентный вектор, генерируем одну спальню, берем другой латентный вектор, генерируем другую спальню. Теперь плавно меняем один вектор от точки А до точки B, генерируем изображение и видим, что спальня плавно меняется из одной спальни в другую спальню. и при этом каждая промежуточная спальня является вполне себе реалистичной спальней. Но здесь довольно забавно получается, потому что окна превращаются в телевизоры, постепенно, плавно, в общем, выглядит любопытно. И здесь проявились другие интересные свойства уже латентных векторов. То есть, смотрите, представьте, что мы возьмем с вами вектор латентный для улыбающейся женщины, возьмем латентный вектор для женщины, которая не улыбается, возьмем латентный вектор для мужчины, который не улыбается, и теперь, если мы из первого вычтем второй и прибавим третий, и подадим на вход генератору, то мы получим мужчину, который улыбается. То есть, та закономерность, которую мы с вами изучали, когда говорили про word to vect, например, в рамках курса Natural Language Processing, эта логика немного повторяется и с латентными векторами в глубоких серточных ганах. По крайней мере, это примеры статьи. Я не думаю, что это на самом деле стоит бросаться и генерировать, получать латентные вектора для разных изображений, их складывать, вычитать и ждать, что вы что-то новое о мире узнаете, но вот в некоторых примерах у них сработало. Из мужчины в очках вычили мужчину без очков, прибавили женщину без очков, получили женщину в очках. Вышла статья, по-моему, в том же самом 2014 году, если я ничего не путаю, может быть, в 2015. Improved Techniques for Training Gans. То есть, как мы уже с вами сказали, что обучение нестабильно, много нюансов, часто не учатся, mode collapse и так далее. В этой статье было предложено несколько трюков, как это можно избежать. Один из этих трюков называется mini badge discrimination, опечатка в заголовке, неважно. Не буду вдаваться в тонкости, просто скажу основную идею. Мы с вами уже сказали, что есть такой шанс, что наш генератор будет генерировать одно и то же изображение все время. Теперь представьте, что наш генератор сгенерировал целый батч изображений, и мы по этому батчу вычислили некоторую статистику, то, насколько сильно эти изображения отличаются друг от друга. И дальше мы эту статистику подаем на вход нашему дискриминатору. И, соответственно, он теперь знает, что если вдруг у нас все изображения похожи друг на друга, то статистика будет это отражать. Для реальных изображений ее значение будет другим. И мы можем с вами полностью дифференцируемо это сделать и заставить генератор так изменить свои веса, чтобы статистика, вычисленная по батчу, показывала высокое разнообразие. Другой подход называется feature matching. Здесь мы с вами при обучении генератора уже не работаем с выходом дискриминатора, с выходом сигмоида, а мы работаем с вами с некоторым внутренним представлением изображения внутри дискриминатора. То есть мы берем с вами, например, какой-то сверточный слой. В данном случае f от x это не выход дискриминатора, а это сверточный тензор, например, где-то внутри, в каком-нибудь пятом его слое. И мы теперь хотим, чтобы разница между тем, какие порождаются тензоры дискриминатором при ситуации, когда мы подаем на вход реальное изображение, когда мы подаем на сгенерирование изображение, чтобы разница была минимальна в его feature maps. И что еще важно, в этой статье была предложена метрика, с помощью которой мы автоматически можем определять, насколько хорошо работает наш GAM. Дело в чем? Дело в том, что когда мы с вами решаем задачу классификации, нам очень легко понимать, насколько хорошо работает наш классификатор, потому что у нас есть выборка с метками, мы можем сравнить тестовая. Здесь мы говорим, пусть наш генератор сгенерирует нам реалистичные изображения. Критерий реалистичности непонятен какой. Пусть наш генератор сгенерирует нам разнообразные изображения. Какое критерие разнообразия? Непонятно. Единственным способом оценивать качество генерируемых изображений было мнение экспертов, или мнение просто людей. Min Opinion Score. Пускай люди скажут, насколько это реалистичное изображение. Показываем им сгенерированные, показываем реальные, смотрим, как отличается оценка. В этой статье был предложен так называемый Inception Score, который учитывает общая логика такая. Мы берем некоторую нейронную сеть Inception, которая обучена каком-нибудь ImageNet. Она, соответственно, нам для каждого изображения может сказать распределение в классах. То есть какому классу, вероятно, это изображение принадлежит. Предполагается, что если наш генератор хорош, то энтропия уверенности в принадлежности объекта к классу на выходе из нейронной сети будет низкой. Это значит, что наша нейронная сеть Inception достаточно уверенно будет относить изображение к одному из классов. Если ваша нейронная сеть максимально неуверенна, это началась от распределения уверенности по классам для всей нашей выборки. То есть за счет этого мы с вами учитываем и разнообразие. Потому что если вы генерируете одни и те же изображения, то у вас получается среднее распределение, то есть распределение для каждой картинки совпадает, усредненное распределение совпадает, и тогда вы будете получать расстояние кульбокалибера между распределением для данной картинки и распределением по всему датасету равное нулю. Если распределение совпадает. И тогда у вас, соответственно, экспонент будет взаидеться в ноль, это будет единица, это будет низкая оценка. Мы хотим с вами, чтобы расстояние кульбокалибера между распределением уверенности для данной картинки и распределением уверенности по всему датасету было большим. Разница была большая. Дальше. Здесь авторы статьи Improved Techniques for Training GANs обучили Deep Convolutional GAN, которую мы с вами изучали одну статью назад, для генерации больших изображений. И говорят, смотрите, какая ерунда получается. Вообще же непонятно, что это такое. А теперь давайте применим наши техники, которые сделают обучение более стабильным, тоже для изображения большего размера. И смотрите, гораздо лучше. Вы теперь понимаете хотя бы, что здесь, видимо, должна была быть собака. Все узнают собаку на картинке. Собаки там как бы нет. Но тем не менее, все мы понимаем, что если это и что-то, то это собака. Очевидно, что на данном этапе мы еще не научились генерировать хорошее изображение высокого разрешения, но мы точно сделали шаг в этом направлении. Теперь, что можно еще делать с помощью генеративно-социативных сетей? Вы могли видеть, что был бум какое-то время в приложении, где нарисуй что-нибудь, какую-нибудь кошку, а мы теперь сгенерируем реальную кошку, которая имеет те же очертания, что ты нарисовал. Дело в том, что обратная задача, сгенерировать контуры объекта по самому объекту, она решается классическими методами компьютерного зрения, каким-то там edge detection, мы знаем фильтр Собеля или оператор Кенни, на вход картинки, на выходе границы объекта. Но как нам сделать что-то, что позволит нам по границам объектов сгенерировать реалистичную картинку? И мы это можем делать с помощью ганов, с помощью условных ганов, ну и, соответственно, они обычно сверточные. То есть мы можем генерировать на основе контуров объект, на основе черно-белого изображения цветное, на основе segmentation map, да, реальную картинку, и вот фасады зданий даже тоже можем генерировать. Как мы этого добиваемся? Теперь то условие, которое мы подаем нашему генератору, это как раз, например, контуры объекта. Как я уже сказал, нам легко это получить. Мы берем с вами картинку, вот какой-то ботинок сфотографированный на белом фоне, применяем фильтр Собеля, получаем его границы. Подаем на вход генератору и говорим, дружище, сгенерируй нам, пожалуйста, реалистичную картинку в этих контурах. Как я уже сказал, мы генератор, мы ничего не можем заставить его делать напрямую. Все, что мы заставляем его делать, мы заставляем делать его через дискриминатор. Дело в том, что потом дискриминатор получит на вход картинку, контуры, и скажет, реальная эта картинка или фейк. Если это была реальная картинка, то контур для нее был вычислен с помощью того же фильтра Собеля. И если контур будет отличаться, дискриминатор сразу скажет, что это фейк. Плюс, если картинка будет нереалистичной, дискриминатор скажет, что это фейк. Соответственно, если мы смогли научить наш генератор обманывать дискриминатор, это значит, что он с одной стороны вынужден генерировать реалистичные картинки, а с другой стороны они должны соответствовать контуру. И здесь мы можем начинать криво-косо рисовать эти контуры и получать умеренно реалистичные изображения, которые этим контурам будут соответствовать. Вот, собственно говоря, пример. Хорошо. Но там все было просто. С какой точки зрения? У нас с вами для каждого реалистичного изображения было изображение условия. Например, картинка с контуром. А что, если это не так? Что, если я хочу научить свой ган условный генерировать изображение зебр на основе изображения лошадей? То, для того, чтобы собрать ту выборку, которую я использовал здесь, мне нужно, получается, поймать... Ну ладно, сфотографировать лошадь, потом на это же место притащить зебру, поставить ее точно так же, с того же арабора сфотографировать и научить подавать, получается, фотографию лошади и зебры генератору, чтобы он сгенерировал... А, нет. Подавать фотографию лошади генератору, чтобы он сгенерировал мне зебру, чтобы я потом эту зебру и лошадь подавал дискриминатору, и он мне говорил real и fake, и соответствуют ли они друг другу. У меня таких данных нет. Мало того, мы здесь еще можем картины в стиле одного художника преобразовать в фотографии, а дальше фотографии в картины этого художника. И если этот художник умер, то генерация выборки становится сложной. Так. Тем не менее, есть такая классная идея, которая называется cycle gan. То есть циклический ган. Значит, да, вот, собственно говоря, разница между этими двумя задачами. Гораздо лучше было бы, если я сразу включил этот слайд, когда ее объяснял, но лучше поздно, чем никогда. Соответственно, в данном случае у нас с вами есть prepare задача, да, когда мы можем получить картинку на основе другой картинки, да, которая ей соответствует, я уже рассказал. А теперь представьте, что мы с вами пытаемся сгенерировать реальное изображение в стиле картин какого-то художника. У нас с вами нет пар картинка-картина. Ну, фотография, картина, фотография, картина, фотография, картина. У нас такого нет. У нас просто есть какое-то количество фотографий, каких-то одних объектов и какое-то количество картин, где художник рисовал то, что он хотел рисовать. Что мы можем здесь сделать? Ответ. Вот такая интересная структура. Здесь у нас с вами есть два условных генератора и два дискриминатора. Смотрите, например, x это у нас будут зебры, а y это у нас будут лошади. Мы с вами берем фотографию зебры, подаем в качестве условия нашему генератору g. Он нам генерирует какую-то картинку. Ну, изначально это будет просто шум, но когда-то, допустим, он начнет генерировать картинку с лошадью. Но мы пока не знаем. Он генерирует какую-то картинку. Здесь мы применяем наш дискриминатор dy и говорим, то, что сгенерировал g, должно быть неотличимо от лошадей. То есть dy сравнивает сгенерированные картинки с картинками лошадей, dx сравнивает с генерируемые картинки потом генератором f с картинками зебр. Так. Но в чем проблема? Проблема в том, что у нас нет пока никаких гарантий, что та картинка с лошадью, которая будет сгенерирована, она будет такой же, как картинка с зеброй. Вдруг это будет другая картинка с лошадью, которая совсем никак не соответствует исходной. Понимаете, в чем речь? И здесь мы с вами добавляем наш cycle consistency loss, который будет требовать следующего. Мы хотим, чтобы когда из этой зебры наш g сделает лошадь, из этой лошади с помощью f сделает зебру, и чтобы эти две зебры совпали. То есть у вас с одной стороны каждый дискриминатор убеждается в том, что здесь реалистичные зебры, а здесь реалистичные лошади. С другой стороны, из-за того, что вы требуете, чтобы из этой зебры полученная лошадь, обратно сконвертированная зебру, совпала с этой зеброй, вы требуете, чтобы та лошадь сохраняла в себе всю информацию об этой зебре. И здесь идут слайды, которые объясняют подробно эту логику. Из зебры генерируем лошадь с помощью g, с помощью дискриминатора dy проверяем, что это лошадь. Дальше из этой лошади сгенерированной генерируем зебру и требуем, чтобы они были близки между собой. И то же самое в обратную сторону. Здесь это все записано в виде формул. Если что, можно сделать скриншот, я все равно с вами расшарю эту видеозапись, так что без разницы. Главное, что первая формула, lGAN, это лос для нашего гана. Стандартная вещь, которую мы уже видели. Итоговый лос, да, это сумма наших генеративно-освязательных лосов для одной пары генератор-дискриминатор, для другой пары генератор-дискриминатор, плюс второй лос, l-cycle, который принимает на вход оба наших генератора g и f и требует того, что f от g от x было близко к x, то есть зебра, сгенерированная из лошади, сгенерированная из этой зебры, близка к этой зебре, и g от f от y было близко к y, то есть лошадь, сгенерированная из зебры, которая сгенерирована из этой же лошади, должны быть близки. Из лошади. В общем, вы понимаете историю. В общем, сама возможность получать картинки в этом стиле, преобразовать из одного домена в другой, без наличия этих пар, я думаю, что это прекрасная, интересная идея. И вот, соответственно, примеры, как мы с вами из картины Моне получаем реалистичную фотографию, и наоборот, из реалистичной фотографии получаем картину в стиле Моне. И, соответственно, преобразование зебры в лошадь, лошадь в зебру. Что интересно, что эти cycle gun'ы работают достаточно плохо, когда вам необходимо так изменить объект, чтобы он изменил свою форму. Потому что тут не просто так зебра и лошади, потому что у них на самом деле контуры одинаковые. Если вы захотите сгенерировать носорога из зебры, и потом из зебры носорога, у вас это хорошо сделать не получится, и отдельное количество работы было посвящено тому, чтобы этого добиться. Но в итоге этого добились. То есть из людей делают анимешных персонажей и обратно. Вроде бы. Ну и здесь, соответственно, из лета в зиму, из зимы в лето. И все примеры, приведенные здесь. Хорошо. Но на этом требования к стабильности обучения не закончились. И появился новый подход, который сейчас полностью доминирует. И те целевые функции, которые мы с вами изучали, они уже не применяются. Который называется WSERSTEIN GAN. Или WGAN сокращенно. Значит, у нас с вами есть такое понятие, как Earth Mover Distance. Это расстояние между двумя распределениями. Представьте, что у вас есть... Представьте, одно распределение как кучу песка, другое распределение как другую кучу песка. У них одинаковое количество песка, просто он лежит по-разному. Потому что интеграл по функции плотности вам будет давать единицу и там, и там. А теперь представьте, что вам необходимо из одного распределения сделать другое. Перекидывая этот песок лопатой каким-то самым оптимальным образом. Точнее, его можно перекидывать не оптимально, да? Вы можете из одного распределения делать то же самое распределение, сделав кучу работ, да? Сначала все раскидав, а потом собрав то же самое распределение. То есть, на самом деле, много способов это сделать, но представьте, что есть оптимальное. Так вот, то количество песка, которое вам нужно перекидать, чтобы из одного распределения получить другое, это и есть Earth Mover Distance между этими распределениями. Соответственно, если эти распределения совпадают, это расстояние равно нулю, но напрямую с этим работать и это оптимизировать нам было бы неудобно. То есть, идея Бестерштейн-Гана, давайте будем минимизировать это распределение, точнее, это расстояние между двумя распределениями. Получается распределение реальных данных и распределение данных, порождаемых нашим генератором. Только в данном случае мы будем работать не с данными, простите, а с выходами дискриминатора. То есть, давайте сделаем так, чтобы наш генератор генерировал такие данные, чтобы распределение выхода дискриминатора на этих данных совпадало с определением выхода дискриминатора на реальных данных. Минимизируем, минимизируем это Earth Mover Distance. Дальше. Контарович и Рубинштейн, не знаю, вместе или отдельно друг от друга, но с помощью своей теоремы двойственности показали, что Earth Mover Distance между двумя распределениями может быть аппоксимирован в следующем образом. Точнее, не аппоксимирован, а равняется супремуму вот этой разнице. Не будем вдаваться в подробности, как от одного перешли к другому. Я это, я вам честно скажу, я не знаю. Это избыточное погружение в материал. Было бы как для меня, так и для вас, я думаю. Но здесь есть интересный нюанс. Что вот эта разница, то есть смотрите, что интересно. То есть здесь ожидаемое значение функции f от x, если x цемплируется из одного распределения, и ожидаемое значение функции f от x, если x цемплируется из другого распределения. но это у нас будет справедливо только в том случае, если f это однолепшицевая функция. Да, однолепшицевая функция это значит, что f от x минус f от y будет меньше равно, чем точнее, модуль f от x минус f от y будет меньше равно, чем модуль от x минус y для любых x и y. В итоге, к чему все пришло? К тому, что, может быть, мы с вами будем максимизировать разницу между выходами дискриминатора на реальных данных и на сгенерированных данных и будем надеяться, что наш дискриминатор это калибшицевая функция. Мы на самом деле не можем положиться на калибшицевость нашего дискриминатора, поэтому мы его заставим быть калибшицевым. Здесь вся логика та же самая. То есть, вы видите, в третьей, четвертой строчке мы с вами в одном случае сэмплируем сколько-то реальных картинок. В четвертой строчке мы с вами сэмплируем вектора z и генерируем из этого изображение, но разница в пятой строчке. Здесь наша целевая функция, здесь градиент, который мы вычисляем, и мы видим, что теперь мы больше не используем никакие логарифмы. И, насколько я помню, мы даже сегмоид там не используем, мы просто используем нейрон с линейной функцией активации. И мы просто хотим, чтобы разница между выходами дискриминатора средним выходом дискриминатора на реальных данных максимально отличалась средним выходом дискриминатора на сгенерированных данных. Получается, мы делаем апдейт весов с помощью полученного градиента в шестой строчке, а в седьмой строчке, обратите внимание, что происходит, мы с вами делаем так, что веса нашего дискриминатора должны находиться в интервале от минус c до c для некоторой константы c. То есть, если вес меньше, чем минус c, мы делаем его равным минус c, если он больше, чем c, делаем его равным, чем c. К чему это приводит? Это приводит к тому, что то есть, это в итоге накладывает ограничения на то, как сильно может меняться выход дискриминатора в зависимости от входа. Понимаете это, да? То есть, если я все веса сделал очень маленькими, это какой дикей, то в этом случае у меня точно будет при незначительном изменении входа незначительное изменение выхода. А это в каком-то плане равносильно его калиброчность то есть ограничению на производную. Так. И потом по схожей логике у нас происходит апдейт генератора в десятой строчке. Так вот, этот подход позволил сильно стабилизировать обучение ГАНов, позволил нам получать значимый градиент в любой ситуации. То есть, вот эта картинка на самом деле достаточно важная. Вы можете посмотреть, значит у нас синее это распределение реальных данных, красное распределение фейковых данных, сгенерированных. Теперь та функция ГАН-дискриминатор, которая вот в середине вертикальной, видите линия, вот это выход дискриминатора на реальных данных и выход дискриминатора на сгенерированных данных. И вы видите, что производная там равна нулю. Так, ну то есть в ситуации, когда ваши данные сильно отличаются. При этом Вестерштейн ГАН дает нам стабильный градиент. Почти постоянно. Мало того, целевая функция для Вестерштейн ГАНа лучше отражала качество сгенерированных данных. До этого сложнее было сопоставить значение целевых функций к качеству данных, то теперь это сделать проще. И это в итоге привело к более качественной генерации. Дальше появилась статья Improved Training of Wasterstein ГАНs. Здесь самый главный элемент, который добавлен, избавились от обрезания градиентов через функцию clip и добавили просто еще одно слагаемое в целевую функцию. Смотрите, вот наша целевая функция, вот наше ожидание выхода дискриминатора на сгенерированных данных, минус ожидание выхода дискриминатора на реальных данных, плюс вот это самое новое слагаемое. А что там такое? Давайте посмотрим. Это получается градиент, норма градиента дискриминатора и мы заставляем ее быть близко к единице. То есть мы вычитаем из ее единицы, берем квадрат и это минимизируем. Мы таким образом заставляем наш дискриминатор быть однолепшицевым. И это работает лучше. Вот собственно говоря псевдокод алгоритмы. Вот получается у нас наш convolutional ган слева, потом третий столбец это Westerstein ган, где веса обрезаются и Westerstein ган с gradient penalty. Вот этот прием называется gradient penalty, предложенный в данной статье. И качество генерируемых изображений еще повысилось. Соответственно тоже важная статья. И я не знаю точно изменился ли подход в самые последние годы, но вот этот подход Westerstein gun с gradient penalty это был доминирующий подход в самых лучших ганах в районе 2018 как я понимаю. еще еще один важный момент вот мы сейчас не будем это разбирать но в этой статье предложена еще одна метрика как измерять качество генерируемых данных она называется Frechet Inception Distance или FID и эта метрика на данный момент является доминирующей и вытесняет в целом Inception Score в статьях где оценивается качество генерируемых данных в чем ее принципиальное отличие если вы рассматриваете ее как черный ящик в том чтобы она еще учитывает чтобы сгенерированные данные по своим характеристикам не были далеки от реальных данных то есть Inception Score это никак не учитывал дальше сейчас мы просто проводим обзор последних статей чтобы показать докуда это все дошло Progressive GANs значит пытались бороться с этой нестабильностью в обучении тем что сначала генерировали изображение маленькой маленького размера низкого разрешения постепенно наращивая генератор и дискриминатор друг к другу и увеличивая размер изображения между ними то есть сначала мы генерируем картинки 4х4 и учимся их отличать потом 8х8 добавляя новые слои и так далее и так далее доходим до картинок 1024х1024 и как результат мы получаем вот такую генерацию здесь визуализировано каким образом у нас с вами растет качество генерации как растет разрешение в левом нижнем углу видите вот мы переходим изображение продемонстрировано 9 миллионов уже количество дней обучения 12 дней ну в общем понятно что обучение ганов это такое развлечение для людей с большим количеством данных времени и видеокарты соответственно вы видите что качество результатов достаточно высокое то есть вот фотографии людей которые вы видите на этом на этом слайде таких людей нет их не существует тем не менее нейронная сеть их генерирует и мне кажется что здесь у нас дальше будет визуализация интерполяции между латентными векторами это достаточно интересно то есть помните как у нас с вами единичка плавно превращалась в пятерку что будет если взять прогрессив ган и точно так же интерполировать результаты а похоже это будет здесь да мы с вами получаем плавный переход из одного человека в другое где предполагается что на каждом этапе да у нас реалистичный человек понятно если на паузу поставить здесь вам не всегда понравится промежуточный результат тем не менее плюс-минус интересно работа дальше появилась другая работа biggan которая сказала мы можем генерировать изображение высокого разрешения без вот этого самого прогрессивного обучения как в прогрессив гане то есть просто более стабильный пайплайн который не требует этого костыля в виде прогрессивного обучения это пример сгенерированных изображений но здесь есть и другой интересный пример представьте что мы с вами берем латентный вектор для одной картинки одного класса то есть вектор для этой картинки z1 класс y1 это собачка и вектор для другой картинки это z2 и класс y2 это птичка и будем делать интерполяцию что же мы получим вот наша собачка мы интерполируем вектор z интерполируем y и плавно двигаемся в сторону птички в общем в итоге это мне кажется довольно любопытно и в девятнадцатом году NVIDIA это вывело еще на следующий уровень в данном случае тоже для генерации лиц сложная архитектура сложные всякие разные нормализации но теперь вы можете задавать с помощью одних изображений с помощью одного изображения задавать например в данном случае пол, возраст, длину волос наличие очков и положение лица а с помощью другого изображения задавать все остальное то есть если вы хотите сгенерировать мужчину средних лет в стиле вот этой фотографии вы можете это сделать то есть вы видите вы можете генерировать семьи для стоковых фотографий там для рекламы вашей стоматологии вот таким вот образом. И, соответственно, здесь у нас с вами вы можете с помощью одного изображения задавать так называемый кожу стайлс, то есть это положение головы, длина волос, с помощью другого изображения задавать middle стайлс и детали задавать с помощью третьего изображения. И этот подход они применили к кошкам, к спаням и к машинам со всеми возможностями в плане интерполяции и так далее. И просто чем сейчас занимаются, чуть-чуть хотел сказать, что сейчас появляются работы, где GAN генерирует изображение на основе одной картинки. И, соответственно, тоже Improved Techniques for Training Single Image GANs. Здесь вы можете посмотреть вот эта входная картинка и то, какие вариации он может предложить на основе одной картинки. Это просто то, чем люди занимаются сейчас, то есть, понятное дело, что это еще более сложная задача. Эта лекция была посвящена генеративно-состязательным сетям. Тема следующей лекции – Adversarial Examples. Спасибо, что смотрите. До свидания.